к черкесскому хамылю и немножко рассказать о том, как этот инструмент был, даже не то что восстановлен, как он выжил в суровый 20 век. 20 век это прям эпоха индустриализации на территории Советского Союза, а индустриализация это, как правило, не то чтобы ей не нужен фольклор, но так складывается, что в основном традиционные архаичные инструменты, они пропадают, их замещает гармошка, их замещают какие-то более сложные технические и более дающие какие-то новые возможности инструменты, и они пропадают. Вот с Вадонзом, наверное, такая история, со многими остинскими инструментами эта история произошла, со многими кавказскими, не только, со многими народными инструментами это произошло, Но какая была судьба адыгского камыля? Есть такой человек по имени Замудин Гучев. Я почему-то, Греша, не положил его даже в фотографию, в материалы, мне как-то не хватило внимания и времени. Но вы запомните это имя. Благодаря этому человеку, возможно, северокавказские флейты и вообще сегодня получили второе рождение. Он оказался тем единственным человеком, который перенял традицию камыля именно вместе с инструментом и игрой на нем у кабардинского джигуака, у исполнителя на этом камыле. То есть, по сути, мы имеем узкое бутылочное горлышко. Была какая-то традиция огромная, потом она уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась и сузилась до одного исполнителя. И до его смерти Замудин Гучев перенял от него как конструкцию инструмента, так и традицию. И впоследствии все большое количество адыгских камыляпшей, камыляпши это человек, исполняющий на камыле, они все ведут свою преемственность, свое рукоположение, не побоюсь этого слова, именно от этого человека, в том числе и я. Когда я этот момент изучал, то у меня были какие-то сомнения, я находил в адыгской среде, я очень много провожу времени в Адыгее, немножко бываю в Кабарде, но в Адыгее прям, Адыгее это заповедник народной музыки на Северном Кавказе, я там много занимаюсь исследованиями. И я прям исследовал, а может все-таки, ну, есть какие-то старики, очень пожилые люди, которые тоже играют на камыле, исполнители, но оказывалось впоследствии, что они все тоже получили свою преемственность от Замудина. Вот, поэтому и Замудин Гучев, собрав свой ансамбль «Жу» в нулевых годах, уже лет 15 назад, они сделали записи и во многом это вдохновило и... Ну, скажи, вдохновило вас? Да, конечно. Да, на создание ансамбля «Кона» первого, правильно я сказал? «Кона». «Кона». Да. Вот, и многих других, возможно, все нынешние, вот в том числе и Голлу, и все нынешние ребята, которые занимаются и фольклором как бы на новом уровне осмысления фольклора, это все во многом благодаря вдохновению, полученному именно от Замудина и тех, кого он собрал для проекта «Жу» назывался у него ансамбль. Вот, и, собственно, камыль благодаря ему дошел до нас, а там уже следом появился Уаденс. И теперь я предлагаю передать слово тому Беросте, который расскажет про то, как он нашел осетинский Уаденс. Продолжение следует...